За март месяц на сегодняшнюю дату пролечено с небольничными пневмониями 1530 человек во всей территории Иркутской области. 39 человек находилось на госпитализации прибывших из стран, где была зарегистрирована коронавирусная инфекция в инфекционных отделениях наших инфекционных больниц и инфекционных отделениях медицинских организаций. На сегодняшний день 20 человек выписано, на лечении находится 19 человек. Все выписанные, кто находится на лечении, у всех производится забор анализа на коронавирусную инфекцию. У больных с пневмонией в соответствии с требованиями проводится также обследование на коронавирусную инфекцию. Все льготные категории граждан, особенно престарелые пенсионеры, выписка льготных рецептов осуществляется на 2 месяца и организовывается на дому. Для избежания посещения всеми лицами старше 60 возрастов лет наших медицинских организаций. Также определена в соответствии с требованиями резервная медицинская организация, которая в случае ухудшения ситуации по коронавирусной инфекции на территории нашего региона будет полностью перепрофилирована под инфекционное отделение для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Данная медицинская организация оснащена реанимационными отделениями, аппаратами ИВЛ. На сегодняшний день с нами имеется договоренность с Русалом. Нам поставляется в пятницу 4 реанимобиля в город Иркутск в качестве дарения, в Тайшет, Братск, Иркутск, 10 клиническая больница, где осуществляется лечение вне больничных пневмоний. Иркутская нефтяная компания будет оснащена дополнительными аппаратами искусственной вентиляции легких, бронхоскопами, аппаратами экстракорпоральной медицинской оксигенации, мембранной оксигенации. Их будет 2, 2 переносных. Значит, из резервного фонда Министерства здравоохранения Иркутской области Российской Федерации выделено 24 миллиона для приобретения аппаратов ИВЛ. То есть на сегодняшний день проводятся мероприятия по закупу данных ИВЛ. Из фонда в соответствии с 332-м постановлением правительства мы выделяем еще с территориальным фондом обязательного медицинского страхования 53,5 миллиона для приобретения аппаратов ИВЛ, бронхоскопов, для того, чтобы они находились у нас на резерве в медицинских организациях. Какая остается проблема на территории субъекта? То есть на сегодняшний день не только в Иркутской области, практически во всех территориях Российской Федерации отсутствуют средства индивидуальной защиты маски. То есть мы сделали свою заявку. 344 миллиона масок нам необходимо на месяц. Мы уже обращаемся и в Китай, а мы переговорили вчера и сегодня со всеми поставщиками. Но на сегодняшний день ситуация абсолютно идентична. Если что-то производится, все остается в Москве. Такая же ситуация у нас сохраняется. Нам рекомендовано на территории каждого субъекта Федерации открыть свои лаборатории для проведения обследования на коронавирусную инфекцию абсолютно всех желающих для того, чтобы провести данное мероприятие. На сегодняшний день такой лаборатории, которая соответствует всем требованиям санитарно-педагогической безопасности на территории области, кроме противочумного института, у нас нет. Та лаборатория, которая имеется у нас в центре СПИД, нужно обучать в течение 4 месяцев всех медицинских работников. Более того, на сегодняшний день мы имеем негативный опыт в Италии, когда медицинские работники медицинских организаций проводили обследование на коронавирусную инфекцию, что повлекло распространение по всей территории Италии. На сегодняшний день эти вопросы все нами озвучены в Министерство здравоохранения Российской Федерации. То есть какие будут приняты дополнительные меры, мы не знаем. Тем не менее, сегодня готовится тест-система для проведения обследований на коронавирусную инфекцию, результаты которых будут в течение 10-30 минут выдаваться нашим пациентам и обратившимся.